В Краснодарском крае прошел 12-й международный форум «Сочи-2013». Дагестан на этой площадке каждый год успешно демонстрирует свои инвестиционные возможности. Не стал исключением и этот 2013-й. Официальную делегацию республики возглавил Рамазан Абулатипов. Дагестанскую экспозицию посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ему продемонстрировали 4 инвестпроекта. Подробности в материале пресс-службы президента и правительства Дагестана. Местом проведения 12-го международного инвестиционного форума в Сочи впервые выбран Олимпийский парк. Уже через полгода здесь стартуют Олимпийские игры. Вокруг стройка еще продолжается, но Ледовый дворец «Большой» впервые открыл двери для участников бизнес-форума. В их числе и делегация Дагестана, которую возглавляет президент республики Рамазан Абулатипов. Всего на главную инвестиционную площадку страны съехалось свыше 8 тысяч участников. В почти со всех субъектов федерации и зарубежных государств Дагестан – постоянный участник. На стенде представлены ключевые инвестиционные проекты региона, которые отражают успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в нашем регионе. Инвесторам демонстрируют как хорошо известные проекты, так и новые. В общей сложности в этом году регион представил на форуме 44 инвестпроекта на почти 200 миллиардов рублей. Еще более 70 интересных бизнес-идей. Для презентации инвестпроектов использованы тачскрин и мультимедийный экран. То есть любой желающий в считанные секунды мог ознакомиться с проектом, нажав всего несколько кнопок. Между тем на стенде ждут самого главного гостя – председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Именно с его участием и происходит главное событие. В режиме реального времени запускают агрегат на Гацатлинская ГЭС. Проектная мощность станции составляет 100 мегаватт. После завершения строительства станции она станет четвертой по мощности электростанции Дагестана. А вот позволит существенно сократить дефицит электроэнергии в энергосистеме региона. Об экспозиции, уже работающих проектах, перспективах и планах рассказывали премьер-министру России. Медведеву показали еще несколько интересных проектов. Ознакомились с приоритетной программой развития сельского хозяйства с внедрением современной американской техники и технологии «Дагагракомплекс». Российско-турецкая компания по развитию текстильного производства «Нергиз Дагестан». Кстати, эти два проекта уже реализовываются. Премьер-министр приятно удивлен и тут же дает положительную оценку. «Нергиз Дагестан» – это вместе с турецкими инвесторами. Вот парк «Тюбе Энергиз» мы создали и там монтируем новые проекты все. Этот завод будет на 5000 мест, из них 4500 – это женщины, что для нас очень важно. Это очень солидный человек, он работал вице-премьером в Турецкой республике. Сейчас очень хорошо, что мы хотели сегодня с вашей легкой руки начать монтаж гидроагрегата номер один на Цотлинске. Пожалуйста, покомандуйте. Так что, начинайте, в добрый путь. Давайте. Вот 22 тонны машины. Это проект при вашей поддержке. Значит, проект при вашей поддержке. 50% здесь «Русский гидро», 50% правительства деньги дали. Мы осваиваем в следующем году два агрегата полностью, значит, в 2015 году. Ладно, ну что, это хороший проект, большой. В рамках форума с участием Дмитрия Медведева прошло и заседание круглого стола по теме «Стандарт инвестиционной привлекательности. Итоги внедрения». Участвовавший в обсуждении глава республики Рамазан Абдулатипов высказал свои предложения по помощи отстоящим регионам и был поддержан премьер-министром. Уважаемые коллеги, я выступаю в роли отстающего. И поэтому у меня первый главный вопрос, который я соприкасаюсь, вот допустим, меня избрали на 5 лет. Как бы я ни работал, мне не вырваться вперед. Но очень сильно, во всяком случае, я не смогу этого сделать, потому что в государстве отсутствует долгие годы политика выравнивания уровня развития региона. То есть такой политики фактически нет. И вторая часть, из-за отсутствия такой политики выравнивания уровня развития, сегодня для того, чтобы достичь Дагестану, которого кормит федеральный бюджет, среднероссийских показателей по социальным благам, мне нужно единовременно 200 миллиардов рублей. А таких денег нигде нет. И следующий момент. Я вышел с инициативой на президента и на председателя правительства и доложил им от того, что я отказываюсь от старых подходов, когда на текущие расходы я требую деньги. Я предложил вариант развития. Создал соответствующие институции развития. Я имею в виду корпорации развития и другие институты. Обратился с соответствующими просьбами. И президент, и председатель правительства меня поддержали. Но после того, как я на поручение ушли, идут доклады от министров и вице-премьеров, которые работают по-старому. Они хотят работать так, как работали все эти годы. То есть они говорят, что мы выделили Дагестану 18 миллионов рублей, там еще какие-то деньги, поэтому ему это достаточно. Я еще раз подчеркиваю. Вот, допустим, в агропромышленном комплексе ежегодно съедалось там 7-10 миллиардов рублей. При этом никакой пользы для развития агропромышленного комплекса нет. Я сказал, дайте в уставной фонд Росагролизинга 9,5 миллиарда рублей, и чтобы Росагролизинг выступил финансовым, техническим, технологическим оператором для агропромышленного комплекса Республики Дагестан. То есть мне нужен грамотный оператор, а не отдавать опять деньги, которые будут съедаться разного уровня чиновниками. Поэтому мне представляется, что надо немножко по-новому работать. Вот я предложил 10 приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Но без новых методов это невозможно. И следующее. Весь каждого индикатора предлагаемого стандарта в разных регионах может быть разным. Значит, вот то, что здесь есть, речь идет, не идет даже о внедрении. Мне надо создать условия для внедрения этого стандарта. И следующее. У меня на первом месте выступает фактор безопасности. Здесь фактически этого нет. И второе. Как бы я ни старался, я не смогу повлиять на фактор безопасности, потому что у меня в руках нет никаких рычагов, благодаря которым я мог бы обеспечить безопасность региона и безопасность жизнедеятельности предпринимателей. Поэтому возникает целый ряд вопросов. В целом я поддерживаю стандарты, такие нужны. Но нужно учитывать конкретные ситуации в конкретных регионах, чтобы при подведении итогов, независимо от моей работы, чтобы я опять не оказался на последних местах. Есть регионы-передовики, с них надо брать пример. Вот сидят наши передовики на передней скамейке. Значит, сидит Калужская область, Татарстан сидит, Кубань. Всё это правильно, у них хорошие успехи. Но нам нужно стараться всё-таки, опять же, предъявлять лучшие практики, существующие в других регионах. А сейчас этого почти нет. Поэтому эту традицию надо сломать. Иначе у нас так и будут выступать только уважаемые наши коллеги, которые вот сидят на передней скамейке, говорить, что они сделали для улучшения инвестиционного климата. Они молодцы, они на самом деле много работают, спору нет. Но нужно, чтобы другие выступали, чтобы подтягивались до соответствующих стандартов. Вот Рамазан Гаджимурадович правильно говорит. Ну и даже через пять лет я не смогу, так сказать, вот там сесть на переднюю скамейку. Потому что старты и условия такие, что вот что ни делай. Даже если 200 миллиардов государство даст, всё равно завтра не будет того же, что, например, есть в Татарстане. Значит, нужны какие-то другие вещи, другие критерии, другие проекты. Возвращаясь к дагестанскому стенду, по сути, можно сказать, что она была одной из лучших. Это отмечали многие участники форума. Впрочем, у посетителей вызвало интерес не только к экономике, но и к культуре. На стенде она была самая насыщенная. Прямо на площадке, на глазах огромного количества посетителей, словно лебедь плала в красивом танце-лесгинке, танцевальная пара. На месте можно было продегустировать известные бренды Дагестана – вина и коньяки. «Медведеву» показали реальные проекты. Мы вообще показали стратегию. Мы показали 10 приоритетных проектов сегодня в республике, которыми мы активно занимаемся. И в рамках этих 10 проектов уже есть первые шаги. И те вот почти 8 месяцев, которые мы проработали, они дали определенные результаты. Мы показали им несколько предприятий, которые уже находятся в пусковом режиме. Несколько предприятий, которые находятся в такой инвестиционной фазе. То есть там три фазы, к примеру. Первая фаза уже полностью закончена. Это Дага-агрокомплекс, например. Около 5 миллиардов уже рублей вложено. Прекрасно идет, уже собирается урожай с того, что посадили. И строится завод, зернохранилище, овощехранилище. То есть этот проект у нас пошел. Это самый крупный, один из самых крупных проектов, наверное, будет в Южном федеральном округе. Самая главная фишка на этом форуме, я считаю, что мы те проекты, которые были запущены в 2010-2011 году, уже показываем реально, что эти проекты реализованы. Самое главное, что мы не говорим о том, что мы начинаем. У нас есть большой портфель инвестиций, 335 миллиардов, портфель инвестиций. 120 проектов мы сегодня привезли сюда. Мы говорим о том, что то, что сделано за это время. 84 миллиарда рублей инвестиций, основной капитал, частные инвестиции, которые на сегодня в республику поступили. Мы очень много работы выполнили. И в действительности это реально, что в следующем году, в декабре месяце, мы два агрегата гацатлинских спустим. И в 1915 году полностью гидростанцию сдадим в эксплуатацию. В том смысле, завершим на ней работу. Мы сейчас на гацатлинский гейс применяем самые передовые методы возведения плотины. Надо сказать, что, вот как Владимир Алексеевич говорил, гацатлинский гейс является первой станцией профроссийского периода, построенной уже не начатой в советское время, а начатой Россией после 90-х годов. Это других станций в России нет таких. И еще один круглый стол. Турбулентные регионы, новые точки роста. Инициатором проведения выступает Дагестан. По словам организаторов, несмотря на различия в причинах возникновения межэтнических и политических конфликтов, принципы вывода турбулентных территорий на траекторию устойчивого развития схожи. Подъем экономики, несомненно, является мощнейшим рычагом стабилизации. Многие регионы мира успешно преодолели острые кризисы за счет создания благоприятных условий для экономического развития. Говорили о том, какие условия необходимо создать, чтобы вложения стали эффективными и для инвестора, и для региона. Как привлечь инвесторов в зону повышенного риска. Какие трудности возникают у инвесторов и какие меры могут предпринять политики для решения возможных проблем. В своем выступлении президент Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил, что под преодолением турбулентности на кризисных территориях понимается создание комплекса мер и институтов, направленных на формирование благоприятных условий для устойчивого экономического развития, стимулирующих инвестиционную активность. В конечном итоге приводящих к сглаживанию нестабильности в регионе. Экстремизм, терроризм, террористическая угроза, угроза разного рода конфликтов на разных основаниях в этой нестабильной зоне. И самое главное, то, что происходит в этих территориях, за короткий период происходит деградация человеческого капитала, деградация людей, не способных уже людей работать в новых условиях. Вот мы начинаем разработку 10 приоритетных проектов развития Республики Дагестан. Сегодня идет реализация уже этих проектов. Для того, чтобы реализовать этих проектов, у нас недостаточно количества профессионалов, специалистов, которые могли бы эти вопросы решать. То есть мы вынуждены заново заняться подготовкой специалистов, приглашать из других регионов. Уровень высшего образования в регионе таково, что если это не изменится, нам вообще полностью придется приглашать специалистов не только из других регионов, но и из других стран. Следующий момент. Это совершеннейшее неподготовление федеральных структур к этой преобразованию. То есть эти и другие вопросы, которые мы сегодня решаем, эти вопросы нельзя решать только на уровне Республики Дагестан. Я обращаюсь к крупным компаниям, я обращаюсь к крупным банкам, чтобы они не оставались в стороне от тех государств, которые решает его Дагестан. Потому что Дагестан это не какая-то территория, находящаяся в Африке. Это составная часть нашего единого государства. Глава региона сам лично отвечал на вопросы гостей и рассказывал о разработанных президентских проектах, о том, куда эффективнее сегодня вкладывать деньги. Инвестиционных возможностей у Республики предостаточно. Итог. Трех дней. Несколько крупных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в различных областях. В их числе соглашения о сотрудничестве с Оренбургской областью, с Тавропольским краем, Минэкономразвитием, Российским банком, поддержке малого и среднего предпринимательства и акционерным обществом «Российские сети». Прежде всего мы можем сотрудничать активно в сфере культуры. У нас сейчас идет реализация фактически новых подходов к культурной политике. Мы создаем центры традиционной культуры народов России во всех городах и районных центрах. Я знаю, что в Оренбургской области есть большой опыт. Там, в отличие от многих других областей, всегда благополучно жили люди десятки национальностей. Там на семи языках выходят газеты на национальных языках. Поэтому в Оренбургской области в этом плане есть огромный опыт. Может быть, мы сможем тоже это предложить для Оренбургской области. Второе. Я считаю, что наши области, субъекты федерации достаточно неэффективно взаимодействуют друг с другом в экономической сфере. Есть целый ряд вопросов, которые мы можем совместно решить. Есть производство в Оренбургской области, в котором мы можем создать фуалы этих предприятий в Дагестане. Наверное, огромный интерес будет продукции, которые производятся в Дагестане и для Оренбургской области. Особенно сельскохозяйственного производства. Лучших помидоров, чем в Дагестане, нет. Лучшего винограда, чем в Дагестане, нет. Лучшего коньяка, чем в Дагестане, нет. И, следовательно, мы готовы в первую очередь поделиться со своими друзьями из Оренбургской области своей продукцией. Конкретные предложения о том, куда вкладывать средства, Дагестан постарался показать максимально наглядно. Теперь дело за немногим. Ждать потенциальных инвесторов, кто готов вкладывать регион. Тимаш Рубекова, Артем Сидорченко. Время новостей.